Решение Госдепа США о включении Азербайджана в вачлист в список, требующий особого внимания стран, которые допускают серьезные нарушения религиозной свободы, можно объяснить только желанием заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил доктор философии по политическим наукам, эксперт по межнациональным религиозным отношениям Моисей Бекер. «Надо понимать, что самое большое количество выборщиков дает штат Калифорния, где проживает самая большая армянская община в США, которая насчитывает от полутора до двух миллионов человек. Причем эта община достаточно состоятельна и влиятельна», — сказал он. По словам политолога, сейчас идет борьба за каждый голос, за каждого избирателя, потому включение Азербайджана в этот список является политической игрой. Если говорить об условиях жизни религиозных общин на территории Азербайджана, а именно еврейской общины, то мы никогда не испытывали никаких ограничений в этом отношении. Даже во времена советской власти еврейская община Азербайджана пользовалась достаточной свободой. Стоит напомнить, что в 1972 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева была построена мацапекарня, которая выпекала мацу для всех евреев Азербайджана, подчеркнул Бекер. Политолог отметил, что ежегодно президент Ильхам Алиев подписывает распоряжение о выделении достаточно крупных средств для всех основных религиозных общин.